Хочу поздравить всех с победой, с проходом дальше в кубке. Поздравили тренера, капитана с победой этой. Ну, что могу сказать, по игре выиграли подбор, ну и выиграли игру, скажем так. Не проиграли вудьбу. Все-таки игра была более-менее равная, что в Южном, что в Одессе. Какие качества цепей они были? На что обращали внимание? Ну, обращали внимание на то, что игроки молодые, они бегут, они прессингуют, они стараются показать себя, но мы справились и с маленькими, и с большими, поэтому победили по итогам двух игр. Всего удачи вам. Спасибо. Спасибо. Старо слов. Да, хороший урок нам команда Южного преподнесла, спасибо им за это. Много, я думаю, в психологии игроков заключается. И плюс ребята хотели доказать, что они хотят играть в Суперлигии, ребята с Южного, и они уже в сборной, то есть ребята на подходе уже к основным командам, хорошо себя проявили, видно, что они хотят играть в эту игру. И такой настрой очень радует. А с нашей стороны мы сегодня тоже подготовились, увидели, то есть боролись, нормально защищались, но полетели трешки, когда полетели трешки, больше 50% забили. В первой половине очень сложно, когда летят трехочковые, против этого защищаться. Мы как бы это разбирали на тренировках, показывали ребятам и отрабатывали эти элементы. Когда летят трехочковые, очень сложно. Выиграли подбор, выиграли комбинационную игру по ассистам. То есть Туперлигу, которую мы выиграли, она сегодня дала нам плоды в общей победе. Но есть моменты, конечно, где надо дожимать соперника, то есть чего такие качели. То есть там плюс 6, там чела не попадает с под кольца. То пробежка, то фол нападение. То есть тем моментом, то ничейный мяч и мяч вроде у нас, он уходит в аут. Где мы забиваем Н2, надо забить еще один фол, мы мажем. То есть вот эти вот мелочи, они скапливаются. И вместо отрыва мы даем шансы лишней команде соперника. Поэтому мы уже не говорим это, мы говорим это уже не первый раз. Поэтому будем дальше работать и исправлять эти ошибки. А так всех с победой и с проходом в дальнейший атаку. Спасибо болельщикам. Ближайшие игры в Запорожье Днепо достаточно сильные соперники. Что можете сказать, как команда будет готовиться к этим играм? Будем традиционно готовиться, посмотрим, как мы играли предыдущие игры, последние их игры. И мы знаем, они нас знают, мы их знаем. Будем работать, будем делать акценты на те моменты, которые у нас не получались в тех играх, с которыми мы соперниками с этими играли. Сейчас все команды равны, вы видите, и в кубке тоже идет борьба. То есть независимо от квалификации и уровня команд, все команды борются до конца. Поэтому наша команда тоже старается бороться в каждой игре. Она показывает, что у нас уже начало многое получаться. И будем бороться, настраиваться. И как команда соперников, так и мы будем играть на победу. Ну, первую половину на равных почти играли. Делали атаки какие-то осознанные. Во второй половине начали какой-то сумбур начался. Один в один начали обыгрывать постоянно. Никаких комбинаций не было. Из-за этого неудачные атаки. Подбор. Начали проигрывать в защите. Плохо работали. Ну и за счет этого четверть бросали. Хочу поздравить для начала одесскую публику. Она, как всегда, очень хорошо поддерживала свою команду. Но и приятно, что частично болела и за нашу команду. Это, как всегда, вызывает большой интерес. Игра химика, хоть второго, хоть первого, я считаю. И одесситов. Значит, по игре, что хочу сказать. Я доволен ребятами. Я доволен, как они сегодня с самого начала вошли в игру. Если в домашней игре мы немножко спасовали, то сегодня сразу же они агрессивно, сразу же как в защите, так и в нападении, очень неплохо себя проявили. Как сказал мой подопечный, да, мы сбились в четвертой четверти на глупую индивидуальную игру. Индивидуальная игра должна быть. И причем это должна быть игра с детского, с юношеского баскетбола. Но индивидуальная игра одна от другой отличается. Потому что когда игрок не видит игрока хотя бы одного рядом с собой, которому он может снести мяч, вот это вот уже глупая игра. А когда он видит, куда может снести, когда он видит ситуацию после прохода, что может сделать, это уже осознанная игра один в один. Ну, в целом, я ребятами доволен. Жаль, что в конце мы не смогли прийти к более ничейному результату, скажем так. А там уже как бы было, так было. Ну, поздравляю еще раз команду. Желаю в Кубке достойного места после нашего химика. Всего доброго. Спасибо. Ну, польза есть вообще в таких игр для вашей команды? Конечно. Мы такие игры в предсезонке ищем. Сейчас, может быть, для нас это небольшая нагрузка, но в целом это очень полезная игра, причем вроде такой довольно-таки и сплоченной, и, ну, в общем, хорошая команда, добротная. Мне очень импонирует вообще игра Одесситов, так как они всегда играют жестко, они всегда как коллектив дружны. И сегодня, в принципе, они и выиграли у нас четвертой четверти жесткой защиты. Немножко вот эта вот игра один в один, на которую мы сбились благодаря тому, что они нас выяснили на периметре. Спасибо. Спасибо вам.